здравствуйте меня зовут наталья я из харькова из самой самой салтовки наша семья муж я и нас трое детей двое общих и один старший от первого брака у мужа она застала дома в постели нам позвонил старший сын который проживает с мамой но часто бывает бывает у нас и сказала что они живут в аэропорта и сказал что папа нас обстреливают и тогда мы его слышали первые взрывы звуки это было очень страшно мы собрали вещи приехали другой район харькова думали что более менее безопасны но очень сильно ошибались мы провели здесь еще две недели и наш средний сын лев ему 12 лет на тот момент было 11 очень сильно стал заикаться он провел две недели в ванной не выходя оттуда потому что очень боялся и было принято решение уезжать с харькова в другую область украины при этом мы оставили наших пожилых бабушек здесь харьков этот момент еще свекр был жив и уехали перед войной мы взяли кредит на машину здесь начали делать ремонт новый война все поменяла нам пришлось срочно собрать все вещи уезжать на западной украине мы пробыли полтора месяца было принято решение возвращаться в харьков но более менее безопасный район к родственникам так как у нас очень пожилые родственники не остались одни младшего сына немножко отпустила он стал более-менее младшего среднего разговаривать и мы вернулись в харьков но от этого легче не стало у нас погиб свекор он жил в киевском районе это ближе район который с алтовкой ограничит и дальше началось еще веселей потому что были постоянные обстрелы у нас три замечательных сына старшему сыну на данный момент 18 и пришлось с ним расстаться уже как полтора года так как он на тот момент был с мамой и они уехали в другую страну мы его не видели уже полтора года среднему сыну нашему на данный момент 13 лет младшему 8 дети уже год без школы пытаются учиться дома в общем вот такая у нас маленькая история очень благодарны за помощь за моральную естественно финансовую потому что кредиты никто не отменял банки звонят коммунальные услуги требуют оплаты также и то питание которое было до войны и сейчас к сожалению мы себе много позволить не можем я буду очень благодарна за помощь и верю что война скоро закончится и все станет на круги своя слава украине победа за нами парамога за нами дякую